Добрый вечер в эфире Афонтова новости. А пока о других важных и интересных темах выпуска. Оступились, но зачем же бить и издеваться? Скрутили мне руки, ноги, зажали, начали бить. Гуфсин начал проверку жалоб заключенных. Платные парковки мэрия сохранит. Город Красноярск не может зависеть от одного инвестора. Как сделать лучше и прибыльнее, мнение экспертов. 12 дней ждал помощи и жил в машине. Жителям, огучам, всем спасибо большое. Эксклюзивные кадры спасательной операции дальнобойщика. Платные парковки в Красноярске мэрия сохранит. За два года они показали свою эффективность. Так глава Красноярска прокомментировал заявление инвестора, директора компании Инфоком Дмитрия Вилкова о закрытии проекта. В процессе реализации проекта такие вопросы возникали неоднократно. Со стороны администрации города высказывались достаточно серьезные претензии к инвестору проекта. Город Красноярск не может зависеть от одного инвестора. Независимо от мнения того или иного юридического лица, проект будет продолжаться, потому что это решение, которое необходимо нашему городу. В департаменте горхозяйства не скрывают, некоторые сложности с реализацией проекта есть. Но система же работает. Паркон отслеживает машины, с водителей взимаются штрафы. Их, кстати, чиновники подумывают увеличить. Также благодаря проекту стала эффективнее работать выделенная полоса для автобусов. Появились свободные парковочные места и на 4 км в час увеличилась скорость потока в центре Красноярска. При этом за 2,5 года, что существует проект, в бюджет города поступило всего 700 тысяч рублей. В администрации подчеркивают, проект действует, красноярцы должны платить за стоянку в центре. Соглашение с инвестором компании «Инфоком» не расторгнуто. Но проектом уже заинтересовались столичные бизнесмены. Буквально недавно у нас была одна из московских компаний, которая готова заняться платными парковками в соответствии с условиями инвестсоглашения. После того, как в течение 2020 года обеими сторонами все условия выполняются, в таком случае все оборудование, которое установлено, и все сопутствующие механизмы, автомобили с системой «Паркон» передаются как раз-таки в казну города. Сегодня, наверное, порядка 50% инвесторам не выполнена обязательность. Если парковки оказались такими уж эффективными, то, что сможет заменить этот проект в случае его закрытия. Это мы сегодня выясняли у экспертов. Можно ли бороться с пробками в центре города каким-то другим способом, при этом решить вопрос и с дефицитом парковочных мест. Многие, к слову, считают, альтернативы нет. А существующий проект нужно просто модернизировать. Итак, архитекторы говорят, платные парковки — общемировая практика. В городах, которые находятся в топе рейтинга самых комфортных, бесплатных стоянок нет. И чем больше количество желающих занять место, тем больше за него плата. А расширение дороги или обустройство парковочных карманов проблемы не решит. В центре слишком тесно, чтобы обустроить дополнительные карманы. Для машин нужно что-то снести. Нужно сделать так, чтобы люди обязательно платили и не могли этой оплаты избежать. Поэтому, безусловно, сначала нужно подтянуть законодательство, а потом уже вводить такие меры. Я считаю, что немножко дискредитирована вообще эта мера. И именно из-за того, что огромное количество людей просто не платило и пользовалось этой парковкой как бесплатной. Проектировщики поддерживают коллег, уверяют, платные парковки в центре нужны. Благодаря им одна машина постоянно сменяет другую и всегда можно найти свободное место. Но вот пользоваться платными парковками должны только те, кто приезжает в центр по делам или прогуляться. То есть всего на несколько часов красноярцы, которые работают на Ленина и Мира или Маркса, должны оставлять личный транспорт дома и пересаживаться на автобусы. Развивать общественный транспорт. Но для этого нужен более комфортный транспорт. То есть современные автобусы и троллейбусы. Ну, во всяком случае, весь общественный транспорт более комфортный, современный переходить. Не то, что эти пазики едут, коптят и загрязняют атмосферу. Расширить дороги, в принципе, это нереально, потому что они у нас уже все расширены. Идею запустить комфортные автобусы поддерживают и краевые депутаты. Главное, чтобы внутри было чисто и больше сидячих мест. По словам народных избранников, проблему загруженности улиц с транспортом может решить и грамотная градостроительная политика. Например, нужно запретить строить в центре. Платные парковки должны быть частью большого комплексного проекта по транспортному обеспечению центра города. А не просто введением компьютеров, штрафов и самой системы. Например, одна из перехватывающих была на набережной. Теперь мы знаем, что комплексное обустройство набережной ее ликвидировало. Вы помните, даже какое-то время поездили автобусы с бумажкой, что мы вроде возим тех, кто ходит с оплатными парковками. Но и продекларировано этого ничего нет. Система не заработала. Еще одной альтернативой могли бы выступить многоуровневые парковки в центре. Но, например, владельцы подземного паркинга в отелях на Карла Маркса говорят, стоянка пустует. Люди не хотят платить ни зимой, ни летом. Пока единственный многоуровневый паркинг запущен на взлетке. Но и там красноярцы неохотно пользуются этой услугой. Когда проходят мероприятия в выставочном комплексе, то, конечно, парковка полностью занята и там отсутствуют места. Но жители микрорайона советского, в данном случае взлетки, они пользуются услугами и наполняемость составляет примерно 30%. И накануне в прямом эфире новостей эту тему мы обсуждали с телезрителями. Люди предлагали отменить платные парковки, запретить парковку на проспекте Мира и убрать оттуда все карманы. Расширить дороги в центре города, сделать проездные билеты тем, кто работает и живет в центре. Вернуть, наконец, ведомственные автобусы, которые собирают работников по городу и привозят в центр. И даже ввести платную парковку для работников администрации. Красноярцы стали свидетелями нецензурной перебранки двух городских депутатов Владимира Владимирова и Геннадия Тургунакова. Народные избранники поссорились на просторах социальной сети Facebook. Началось все с публикации Владимирова новости об изгнании из партии Патриоты России трех депутатов, которых якобы подкупил глава города. Владимиров, как член партии Патриотов, поддержал это решение. В полемику с ним вступил Тургунаков, бывший однопартиец Владимирова, а ныне Единоросс. Дальше депутаты обменялись различными, в том числе нецензурными ругательствами, продолжая обращаться друг к другу, правда, на «вы». Позже депутаты удалили свои высказывания, но свидетели успели сделать скриншоты перебранки. И тему поведения публичных людей продолжим обсуждать во второй части выпуска. Не пропустите, в нашей студии встретятся участники этого эмоционального диалога. Депутат Владимир Владимиров и Геннадий Тургунаков вместе с гостями обсудим, что заставило их выяснять отношения публично и в таком тоне. На пытки и издевательства пожаловались заключенные 31-й Красноярской колонии. Информацию об этом вместе с видеообращениями пострадавших осужденных опубликовала на своем сайте общественная наблюдательная комиссия. В течение двух лет на сотрудников 31-й колонии поступило около 50 жалоб. Но в ГУФСИН считают заключенные преследуют некие свои цели. Дмитрий Пименов продолжит тему. Если мы делаем обход по камерной, то чуть ли не каждый осужденный готов выйти на беседу и заявить о жестоком обращении. Из каждой поездки в 31-ю Красноярскую колонию Валентина Гамолина вместе со своими коллегами по общественному наблюдательному совету привозит по несколько жалоб от заключенных. Осужденные уверяют, их бьют, пытают, унижают. За три года общественники собрали 48 признаний. По поводу каждой жалобы они обращались в правоохранительные органы, но там не находили ничего противоречащего закону. Ситуация не менялась, жалобы продолжали поступать и общественники решили всем рассказать, что происходит за колючей проволокой. При посещении исправительной колонии номер 31 к нам поступало очень большое количество жалоб. Это единое помещение камерного типа. Осужденные заявляли о том, что к ним применяются пытки, после чего мы подаем данную информацию в правоохранительные органы. На сегодняшний момент у нас получено, что проверки проведены, но ничего, к сожалению, не выявлено. На сайте ОНК размещены пять роликов с заявлениями о пытках и избиениях. Общественники уверяют, снято гораздо больше, но многие заключенные впоследствии по каким-то причинам попросили не распространять их признание. Вот что говорят те, кто прошел через издевательство и не отказались от своих слов. Скрутили мне руки, ноги зажали, начали бить. Потом одевали пакет на голову, душили, не душили. Я терял сознание, чтобы я написал, чтобы я подписал отказ от воровских традиций и идей. А вы разве придерживаетесь этих традиций? Нет. Меня закинули в 110-ю камеру, так называемую пресс-хату, где меня связывали, пытали, избивали, ломали мне руку, отбивали мне коленные суставы, прыгали на моем позвоночнике и так далее и тому подобное. В основном заключенных пытали в так называемом едином помещении камерного типа. Это отдельно стоящее здание на территории колонии. Туда направляют проведившихся заключенных не только из 31-й колонии, но и из других мест лишения свободы. Говорят, избить могут даже за расстегнутую верхнюю пуговицу. В ГУФСИНе сегодня пояснили. Контингент в этом помещении непростой. Это осужденные за тяжкие преступления, которые в заключении не соблюдают установленного порядка. И вполне возможно, что они просто используют общественников. В общем-то, жалобы своего подтверждения не нашли, так скажем. Какую цель преследует эта категория сейчас, на данный момент, используют именно как раз, не знаю, членов общественного наблюдательной комиссии, как площадку для решения именно своих вопросов каких-то, мы сейчас как раз будем ее устанавливать в ходе проведения проверки. Общественники пока смотрят, какая реакция будет на их информацию. Новость облетела многие федеральные СМИ. Исправительная система Красноярского края считается одной из покойных. Поэтому эта новость стала бомбой. О происходящем в 31-й колонии известили прокуратуру, Следственный комитет и уполномоченных по правам человека. Пока о своей проверке заявил Совет по правам человека при президенте России. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости. В пробку из-за аварии встала сегодня днем улица Дубровинского. Недалеко от съезда с 4-го моста БМВ столкнулась с автовышкой ЗИЛ. Оба автомобиля выбросила на пешеходную дорожку. По предварительным данным, иномарка сначала врезалась в заднюю часть грузовика, и у нее оторвало колесо. Затем кроссовер перевернулся и сшиб забор. Водители не пострадали. После столкновения машины снесли ограждение. Все случилось рядом с автобусной остановкой, но в момент аварии она пустовала. Забор разрушен на протяжении более десятка метров. Более крепкий отбойник не пострадал. Он, к удивлению многих горожан, на этом участке установлен дальше от дороги, чем декоративное ограждение. Народные контроли ремонта дорог. Горожане пристально следят за ходом работы и отмечают огрехи. Вот несколько примеров некачественного ремонта, по мнению телезрителей. Вот так выглядит остановка БСМП на улице Забабонова. Рабочие здесь заменили бордюры, уложили новый асфальт, обустроили тротуары. А вот карманы для автобусов сделать забыли. Теперь люди выходят из транспорта прямо на газон. Как так получилось, мы направили запрос в департамент городского хозяйства. Ответ нам пообещали предоставить завтра. А вот это пешеходный переход на улице Лесопарковая. Здесь также недавно сделали ремонт. И теперь после дождя на тротуаре скапливается большая лужа. И пешеходы вынуждены постоянно огибать ее. А вот так выглядит другая сторона этого перехода. Здесь лужи нет, но зато другая беда. Рабочие не заасфальтировали небольшую дорожку. Ее просто закидали мелкими камнями. Приняты ли работы на этом участке, мы также спросили в администрацию города и ждем ответа. Алексей Подушкин сегодня официально стал председателем краевой избирательной комиссии. За него единогласно проголосовали члены избиркома. В том числе представители оппозиционных партий. Новый председатель заявил, что для него это большая честь. Подушкин в избирательной комиссии работает с прошлого года. Также он параллельно возглавлял экспертно-аналитическое управление в администрации губернатора. В сером доме на разных должностях он работает с 2008 года. Воспринял это как вызов и постараюсь, что называется, оправдать это доверие. Моя деятельность будет основываться на принципах открытости, гласности. Я с уважением буду относиться ко всем участникам избирательного процесса. Будь то журналисты, представители политических партий. Я планирую эту деятельность как раз проводить так широко. Встречаться с коллегами. Я думаю, что в этом где-то есть залог успеха. Отмечу, что руководителя края избиркома выбрали на безальтернативной основе. Подушкин был единственным кандидатом. Алексей Георгиевич не состоит ни в какой из политических партий. Но эксперты называют его человеком системы. Он очень системно подходит к проблемам. То есть я ни разу не видел, чтобы он там рубил с плеча или давал какие-то безапелляционные оценки. В этом смысле, я думаю, стиль работы краевой избирательной комиссии для публики он может быть особо-то и не изменится. Потому что, на мой взгляд, публика особо о нем ничего не знает. Даже раньше, если фигура Бочарова, наверное, была единственная, более-менее заметная фигура. То я думаю, в этом смысле Подушкин явно не будет на себя одеяло тянуть. Он человек все-таки, ну до последнего времени был не публичный. Я думаю, как раз психологически ему будет достаточно сложно как раз перестраиваться. Сразу после рекламы в студии Афонтова Владимир Владимиров и Геннадий Таргунаков говорим о нецензурной перебранке депутатов в Фейсбуке. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Элегантно, с шармом, по-французски, для всей семьи. Салон причесок Хайр-Сити приглашает за яркими образами к 1 сентября. 2-210-976, Баграда 89. Новые модели итальянских кухонь Скавалини в салоне официального дилера на Алексеева 107. Современные, технологичные, неповторимые, уютные и гостеприимные. Скавалини, итальянский стиль и проверенное качество на Алексеева 107. Покупай диван в магазинах «Новый диван» и получай большой стол-трансформер на 8 человек в подарок. новыйдиван.рф Вы смотрите новости Афонтова, и мы продолжаем выпуск. А сейчас в нашей студии главные герои громкого интернет-скандала, который разразился вчера вечером, а оба сидят и улыбаются. Депутаты горсовета Владимир Владимиров, здравствуйте. И Геннадий Таргунаков, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, вопрос к вам обоим. Кто будет первым отвечать, определитесь сами. В чем, друзья мои, хочется сказать, все-таки суть конфликта? Я даже не знаю. Геннадий Григорьевич спросит. Пускай он пояснит. Я тоже, наверное, не говорил такие громкие фразы, что это скандал. Вообще, мне было немного сегодня непонятно с самого утра. Такое ощущение, что в городе вообще никаких проблем нет. Вы затмили сегодня действительно своим спором даже эти платные парковки. Очень жаль, что СМИ интересует больше разговор двух, даже, наверное, не политиков прежде в очередь, а прежде всего людей в социальном пространстве, чем какие-то конкретные проблемы в городе. Но, тем не менее, раз эта ситуация вышла уже на столь громкий уровень, я, конечно, готов прокомментировать всю ситуацию, которая сложилась. Может, тогда вы объясните, в чем все-таки суть конфликта? Что случилось? Почему вы так разошлись? И вы, и вы. Во-первых, ни для кого не секрет, что та информационная война, которая ведется в отношении меня уже больше полугода, она хорошо спланированная и достаточно активно продвигается и различными СМИ, и пиар какими-то менеджерами. И Владимир Владимирович, он то ли волей судьбы, то ли по своему собственному наитию занимает в этом месте не последнюю роль, постоянно публикуя какие-то материалы, которые заранее не проверены. Поэтому я задал вопрос, зачем комментировать, и тем более репостить информацию, которая изначально лживая. Зачем? Подождите, вот зачем? Ну, вы знаете, я публикую материалы на разные темы. И, к сожалению, тема обманутых дольщиков, она сейчас очень актуальна. И, конечно, я поддерживаю как бы дольщиков, просто публикую, но я никогда, Геннадий Григорьевич, не обвинял. Вы участвуете в... Вы публикуете любую информацию, которая касается меня, причем вы ее сами придумаете, вы ее репостите. Вот в том контексте, который был, вообще шел разговор о том, что якобы кто-то, начиная активную кампанию, по утверждению депутата Трагунакова, новым руководителем комиссии по строительству, он был где-то там в какой-то межвестной комиссии, его с позором оттуда выгнали. Это же ложь чистой воды. Никаких предпосылок не было. Так вы почитайте свой пост, с чего вы делаете. Вы почитайте внимательно. Я очень внимательно читаю. Подождите, вот смотрите, Геннадий Григорьевич что говорит? Что против него идет целенаправленная кампания. И вы в этой кампании занимаете, целенаправленно занимаете не последнее место. По наителю или по любой другой причине. Как вы считаете, вы действительно участвуете в кампании против Геннадия Григорьевича? Нет, ну кампанию ведут сами дольщики, допустим, обманутые, потому что на самом деле дело дошло уже до Государственной Думы. Вот сейчас только вернулся в заседание, где был глава города, и он по полочкам разложил, как бы Геннадий Григорьевич никто не обвиняет, потому что там идет следственное действие. Но там удивились, что Геннадий Григорьевич там не пришел, и он забанил, как бы не хочется общаться с теми дольщиками, которые на самом деле пострадало 400 с лишним человек, 500 квартир. Там, по-моему, я точно не помню цифру, но я опубликовал. То есть вы ни в какой кампании не участвуете? Я не знаю, что Геннадий Григорьевич сделал, и привязываю это еще к политике. Так, а вот эта история с должностью, не с должностью, сейчас скажу, что... Ладно, обманутые дольщики, ладно? Нет, я могу пояснить это. Но там была не только должность. То есть вчерашний разговор, он строился на двух публикациях, которые были... Во-первых, я объяснил Владимировичу, что нужно сохранять человеческое лицо в отношении тех коллег, кем вы работали. Четыре года, я очень уважаю Нину Ивановну Михайлеву, Валерия Быкова и Валентина Шевелевна. Они женщины, они не могут ответить на те посты, где мы кельмим их позором, записываем в Иуды. Мне кажется, это немного не по-человечески и некрасиво по отношению к своим бывшим коллегам, с которыми вы буквально ели с одной чашки. А где вы видели там Иуды, я что-то не понял. Это вы придумаете. Почитайте свой пост, вы все понимаете. Это вы почитайте внимательно. Нужно заклемить позором, вы написали, и по делу им. Позором? Я такой не писал. Почитайте внимательно. Так, давайте, знаете, почитайте внимательно, мы еще вернемся. А вот я так понимаю, что Владимир Владимиров также опубликовал материал с известного ресурса, где сказано, что вы скоро должны возглавить депутатскую комиссию по градостроительству. Нет, на самом деле идет такая давняя борьба. Нет никакой борьбы, это чистый бред, который выдуман вами, непонятно для чего. Подождите. Там есть председатель комиссии, который возглавляет ее. И я так понимаю, что никуда уходить не собирается. И никаких предпосылок для этого я тоже пока не вижу. Нет, вы не ставьте, как бы. Если говорить откровенно, то в городском совете идет борьба, именно вот, шла борьба за пост председателя. То есть Геннадий Горькович специально ушел с одной комиссии и надеялся стать председателем. Турова пытались сместить, ну, там, свои, как бы, игры. Оно не получилось, но он стал заместителем. Предположительное предположение? Предположительное предположение, я все об этом знаю. Так что не надо... Так, вы не претендуете на место руководителя депутатской комиссии по городостроительству. И в ближайшее время мы не увидим вас на этой должности. И в ближайшее время вы меня точно не увидите на этой должности. Нет, извините, пожалуйста. Я просто недавно опубликовал, что я считаю, что если скандал и по тому, и по другому фигуранту, это Туров и Таргунаков, что скандал достиг такого федерального масштаба, где только не показывали уже, да. Я вот как депутат, как гражданин, я просто это публикую, но я их не обвинил ни разу, ни Таргунакова, ни Турова, я не обвинил, что... Я говорю, Геннадий Григорьевич говорит, что он не виновен, мы его верим, надо разобраться. То есть вы или вели себя корректно по отношению к Таргунакову? Я, да, Геннадий Григорьевич мне писал в личку там всякие обиды. Так, подожди. Я пока не вели, не переходил на мат, Владимир Владимирович. Друзья, давайте... Вы же меня первые, как бы, вы меня первые обозвали там много раз. Хорошо, вот подождите, давайте так. Как вы считаете, нормально ли вообще вот двум депутатам Горсовета, двум взрослым, уважаемым в Красноярске людям, публичным политикам вести диалог вот в подобных выражениях? Сейчас пока вы будете рассказывать, мы покажем еще раз все эти выражения, за исключением одного, потому что маты на телевидении запрещены законодательно. Сейчас каждый зритель, который не видел, в общем, он еще раз увидит. Даже матов-то и не было, по большому счету. Был. Не было. Я читала, был, со мной не спорьте. Посмотрите в интернете, что это обозначало. Все, давайте мы не спорим. Там было много разных других ругательных слов. Почему в таком конкурсе вообще идет диалог? Я вам скажу честно, вот за последнее время я получаю эсэмэски с угрозами в отношении там моей супруги, детей. Ко мне приходят фотографии там, где опубликованы в черной рамке. И вот эта вся борьба, война, она вышла уже за рамки любых человеческих каких бы норм. И поэтому, прежде всего, я являюсь и отцом своих детей, и мужчиной. И, соответственно, отвечая на подобные высказания и реплики в отношении меня, как мужчина прежде всего. А потом уже я уже депутат. То есть вы не сдержались? Сдержаться невозможно, потому что вот этот поток лжи, он исходит постоянно. Причем Владимир Владимирович говорит, а это тут при чем? Я вот просто опубликовал, ну как бы вот ничего не имею. О чем вы думаете, земляки? И это выглядит еще более наивно, потому что прекрасно вы понимаете, какие материалы вы публикуете. Зачем вы публикуете, вы тоже прекрасно знаете. И кто эту игру организовывает? Я не знаю, обманутые дольщики наоборот думают, что... Подожди, ну вопрос же был не об обманутых дольщиках, а о том, почему два публичных политика в таком тоне позволили себе общаться, тоже, собственно говоря, принародно, на глазах у изумленных зрителей. Вы считаете, что все было корректно? Нет, я общался на своей странице. Геннадий Егорович пришел на мою страницу и начал меня оскорблять. Естественно, я в ответ ответил, ну почему? У меня личные сообщения, очень много угрозных. В общественном пространстве есть моя страница вообще. Мы находимся в социальных сетях, где нет твоей и моей страницы. На моей странице было. Вы всех дольщиков забанили, ни с кем общаться не хотите. И на моей странице происходит общение все это. Я Геннадий Егорович нигде не оскорблял, не обвинил. В этом постели, в плане о дольщиках, хотя о дольщиках мы можем тоже с вами поговорить. Вы можете подать суд. Я ее причину создания общения дольщика. Можете подать суд на меня, если вы считаете, что я вас там где-то... Подождите, значит, вы считаете, что вы на своей странице вели себя так, как, в общем, подобало вам. Очень корректно. Я всегда, кстати, публикую разные материалы. И почему-то члены Единая Россия начинают недовольствовать. Потому что я пишу правду, и это не нравится. Поэтому у него им приходит на партийную принадлежность. А почему? У меня вот проблема. Почему по бизнесу? Если вы говорите по бизнесу и по партийной принадлежности, вы считаете, вы правильно везете себя в отношении патриотов России? Вы считаете, что правильно знали ту же Михалеву и Шепелеву? Вы считаете, что правильно, что вы унизили женщину в социальных сетях? Я никого не изгонял, никого не унижал. Это вы надумали. Вы считаете, что вы пишете, Владимир Владимирович? Вашу на комиссию по этике не зря же выводили и объясняли, что это недопустимые нормы поведения. Вы почитайте внимательно, почитайте сами и непредвзято почитайте. Давайте мы послушаем комиссию по этике, точнее, вашего коллегу, опять же, Андрея Козикова. Он дал свою оценку вчерашнему вашему диалогу. На мой взгляд, весь этот диалог, вся эта перебранка, она никак не связана с непосредственно деятельностью городского совета. Более того, на сегодняшний момент все депутаты находятся в отпуске, каникулы. И я думаю, что, конечно, мы в какой-то части будем обсуждать, но все-таки напрямую с деятельностью городского совета это не связано. Так, продолжаем разговор. Значит, вот Андрей Козиков считает, что, в общем, это ваш личный разговор, который действительно не имеет большого уж такого отношения. Он и был личным разговором, и не имел отношения к деятельности депутатов. Но причем-то с депутатством и личное поведение... Нет, понятно, что я лично публикую это как гражданин, не то что как депутат. Не подумайте, я депутат, я напишу, я депутат, там, то-то, то-то. А это как гражданин, чисто мое отношение, как бы я поддержал дольщиков, чисто для того, чтобы все-таки навели порядок. Получив всякие неприятные свои эти самые, чисто ответили, и все. Не было ни слова про дольщиков. Только ответы. Было слова про комиссию и про какую-то другую чушь, которую вы там не слили. Ну, подоплека была другая. У вас одна, Владимир Владимирович, и мы знаем эту подоплеку. И ту войну, которую вы обвели, в чем вы участвуете, я не знаю, там, у вашего есть там оплетные кураторы, которые вами руководят, либо вы сами... Так вы подайте на них в суд, если вы знаете, зачем мне это высказывать. Я нигде не участвую. Слушайте, у вас, у каждого... Вы на моей странице не видели ни одного поста против вас. А что вы можете сказать плохого? Да поверьте, что... Ну, давайте, пишите, я же не разве против. Зачем я буду делать? Я не готов... Так вам нечего сказать просто. Вам нечего сказать. У меня есть что сказать. Значит, есть что сказать, скажите. Вы в прямом эфире сейчас, что вас услышит весь город. Я еще раз вам сказал уже, что вот в этой всей войне Владимир Владимирович занимает непосредственную первую скрипку, ну, одну из первейших. И ведет вот эту спланированную акцию. Ну, не надо обманывать, Геннадий Георгиевич, не надо обманывать. Я о вас ни разу не оскорбил, плохого ничего не написал о вас. Вы же только что почитали все в эфире. Что? Кто оскорбляет и переходит на маты. Вы подвели к этому, вы меня сколько раз... Вы же культурный человек, наверное. А вы сколько раз написали годы стихи? Так, хорошо, смотрите, у вас... И удалили потом, кстати. У вас стоп, стоп, стоп. Удалили и забанили дольщиков. А почему, кстати, удалили-то все? Вы все удалили. А я не знаю. Нет, удалил, не скрывая комментарии, свое я, потому что одно дело, когда идет переписка, другое дело, когда другие участники Фейсбука начинают использовать данную переписку совершенно в других целях, нежели мы общались. Нет, ну, я написал, что удали тоже, потому что это переходит за рамки вообще разумного, и каждый начинает использовать его в качестве другого. Здесь я соглашусь, но зачем было писать в начале? То есть в личке вы как-то там договорились все-таки потом, удалили все и... Ну, нет, не успели удалить. Все равно это успели сделать. Ну, потому что это публичное пространство, это Фейсбук. Тут уже ничего. Пять тысяч подписчиков у вас, пять тысяч подписчиков, ну, практически у вас, и наверняка львиная доля этих аудиторий ваших, она одна и та же, это одни и те же люди. Как разделились эти аудитории, как они, кого из вас поддержали? Ну, проблема в чем, что все, как бы, если мы говорим о депутатах, депутаты молчат, конечно, все боятся, как бы, лишнее что-то высказать для того, чтобы на себя потом, как бы, не огрести, как говорится. Естественно, в этом, как бы, принимают участие в основном только вот те, кого коснулась-то беда, допустим, тех же дольщики, либо, вот, как Геннадий Георгиевич сказал, изгнаны из партии, хотя они сами ушли, никто их не выгонял, но они сами ушли, там, по некоторым причинам, там, ну, финансовым, какую-то должность предложили, еще так далее. Геннадий Георгиевич сам ушел в свое время, сказал, нет, мне не надо, я буду зарабатывать, ну... Ну, маленько не так было, у него указ. Ну, я не хочу, я бы... Я помню, как это все происходило, у меня же есть видеозапись, аудиозапись. Ну, дай богу, я вас не обвиняю. Хорошо. Владимир Владимирович, я вас не обвиняю. Ушли, ушли, ну, что... Владимир Владимирович, Геннадий Георгиевич, вы готовы помириться, пожать друг другу руки и дальше общаться в парламентских выражениях и как-то вот... или? Я давно общаюсь в парламентских отношениях с Владимиром Владимировичем и никогда не переходил ту грань дозвольную и общечеловеческих норм, которые существуют. Я никогда не был под лицом и не допущу высказываний в отношении него каких-либо оскорбляющих его, либо намекающих его. Тем более, никогда не опубликую лживых, непроверенных фактов. Как это делал, Владимир Владимирович? Ну, я не знаю. Пускай Геннадий Георгиевич подаст суд, если я что-то про него плохое написал. Суд будете подавать? Я не писал об этом не раз, и где я какие-то лживые или что-то, как он выражается. Это же, ну, очень легко подать суд. Знаете, Владимир Владимирович только этого добивается, чтобы кто-то подал суд, чтобы в суд был дополнительный переракцию. Не надо не думать, а? Я не считаю, что нужно идти по этому поводу и уподобляться вот этим поступком. Вы считаете, что... Я только отвечал на его всякие вот эти вещи. Все, только отвечал. Потому что я везде писал. Самый хороший способ прикинуться на юным человеком, не понимая, что происходит. Нет, это вот как раз дольщики пишут, что Геннадий Георгиевич прикинулся... Да, нет, мириться будете? Не будете? Геннадий Георгиевич, мне руку не подают уже давно, в принципе, как и Туров. И сейчас не подадите? Как и Туров, потому что я высказываю, что строители такие, кстати, у нас люди... Я думаю, скоро будет полгорода, который он руки не подает. Где? Ну, это проблема не моей. Итак... Это проблема вашей. Это не мои проблемы. Это проблема, допустим, строительной отрасли. Проблема, что в руки не подают, это же не строительная отрасль. Что кругом мошенники в этой отрасли. Самая коррумпированная отрасль. Вот, и пошли, и поехали отсюда. Я пишу только правду. Итак, в нашей студии были Геннадий Таргунаков и Владимир. Нет, вы считаете, что мы помирились. Владимир, вы считаете, что вот это и есть их... Вот извините, я зашел в студию, подал ему руку, он не подал. Я не ссорился с ним. Что будет дальше в ваших отношениях? Я с Таргунаком не ссорился. В наших отношениях ничего не происходило. Я не вижу, еще раз повторюсь, что вся эта ситуация, она, наверное, очень большой эволюционный голод в средствах массовой информации. Я бы хотел пожелать, чтобы мы больше занимались, я и Владимир Владимирович, делами красноярцев, чем спорили вот таким образом. И хочу, конечно, перед своими друзьями в Фейсбуке, перед избирателями извиниться за то, что если вот эта перебранка, она каким-то образом, ну, их обидела. Я считаю, что на самом деле, наверное, это было написано, ну, от огорчения, которое ты испытываешь, и от того, что это совершенно неправдивная информация, она вызвала плен негодяй. Поэтому я извиняюсь перед людьми и перед своими избирателями. У вас есть буквально 30 секунд. Ну, я что могу сказать, переписки там вот с Геннадьим Григорьевичем, я невольно вспомнил некоторые там обидные матерные слова забытые, но это был лишь как бы ответный такой жест на его оскорбление и все. Но я извиняюсь и перед Геннадьим Григорьевичем, там и перед народом, если кто кого-то заделает, потому что не планировалось, чтобы это вышло куда-то, ну, на такую как бы аудиторию в целом. Ну, я в любом случае, я всегда буду защищать красноярцев, потому что я считаю это честью своей, как бы, и, ну, и обязан это делать, просто как гражданин, дашь как депутата, просто как гражданин. Так, у меня последний вопрос. Все-таки руки будете пожимать другую руку, нет? Я готов, я готов. А вы не готовы? Я правильно понимаю? Я готов тоже пожать, при условии, что Владимир Ильич Бошин не публикует мне до лживого поста. Я никогда не публиковал, лично не писал. Перепост я делал. Я только перепащивал, а так ничего не делал. Друзья, мои гости, уважаемые студии, похоже, рукопожатия все-таки так и не будет, потому что не договорятся наши гости. Да, в другой раз придут и пожмут друг другу руки. Итак, Геннадий Таргунаков, Владимир Владимиров были гостями в нашей студии. Мы пытались хоть как-то понять, о чем был вчера такой спор. Я лично сам не понял. Отлично. Нажал какую-то кнопку, и так получилось. Итак, на этом мы заканчиваем вместе с гостями своими. Я заканчиваю этот выпуск новостей Афонтова. 285-14-14, телефон нашей редакции. Смотрите Афонтова, увидимся, до встречи. Афонтова, увидимся, до встречи. Афонтова, увидимся, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok